Всем привет, с вами Ванок и настала пора вновь поговорить об игровой индустрии, а точнее о недавнем событии, которое, ну, я бы не сказал что перевернуло весь мир с ног на голову, но достаточно серьезную внеслась сумятицу в ряды игроков, спровоцировала массу споров, диалогов, дискуссий, а касается это того, что в стиме, в стим воршоп для Скайрима появились платные моды. Вот такое вот начало и, наверное, никто не слышал, наверное, сильно удивиться к такому событию. На самом деле, ситуация достаточно интересна и я бы не сказал, что она прям резко отрицательна. Я, конечно, понимаю, что сейчас многие негодуют, смотрят на это как на попытку попросту лишить людей вот этого самого бесплатного куска в играх, единственного бесплатного, который вообще игроки могли получить от разработчиков, ну, помимо патчей, которые, в общем-то, в большинстве игр просто доводят начатую разработчиками работу и пропусту, не доведенную до масс, мы собирают баги, допиливают игровой процесс и так далее. Ну, вот тут мода вроде как святая, на них покушаться нельзя, тем более, что, в принципе-то, мода это, знаете, такая вещь, во многих играх они не особо-то приветствуются, а то и вовсе запрещены разработчиками, которые считают, что мододелы отнимают у них деньги своими продуктами, не дают продавать дополнения и так далее. Ну, в любом случае, Скайрим, это игра, которая приветствует модификации, это уже хорошо, это игрушка, которая может поспорить в плане подготовки монодельческих ресурсов, в плане инструментов, в плане вообще, в принципе, общего развития этой стези с Mountain Blade, то есть Mountain Blade мы все привыкли считать игрой, которая, ну, очень так благоприятно относится к моноделам, конечно, не все не идеально и Баналорд будет исправлять эти огрехи заботчиков, но разговора, на самом деле, не об этом, а о том, что Скайрим это игра, которая, ну, может похвастаться очень большим количеством модификаций, модификаций качественных, модификаций хороших, модификации, которые, в принципе-то, если так их разобрать, некоторые из них действительно могут похвастаться тем, что они чуть ли не лучше, чем официальные дополнения. Вообще, на самом деле, если вдаваться в историю и попытаться разобраться в вопросе, то надо сказать, что, в принципе, такая идея, как платная мода, она в принципе не нова, но ранее к ней был подход несколько другой. Вот делает какая-то команда свой проект, свой неофициальный проект имеется ввиду, дорабатывает его, доводит до такого состояния, когда видно, что он уже очень даже неплох, когда можно его пощупать, и тут бац, им на почту или еще как-то приходит письмецо, где разработчики предлагают этот самый их мод пустить на коммерческие рельсы. Такая ситуация была популярна в свое время у игры Blitzkrieg. На базе этой игры вышло множество различных аддонов, которые, ну по крайней мере, часть из них в свое время разрабатывались именно как мода, а в дальнейшем просто вот эти мододелы, они с разработчиками как-то скооперировались и в итоге смогли свой продукт продать. Ну, в общем-то, на самом деле, далеко ходить не надо, вот тот же WIKI KKS, который недавно вышел, в принципе, это проект, который основан на Бриттенвальде, на бесплатном моде для Mountain Dead Warband. Тем не менее, конечно же, не все модификации таких почестью достаивались, многие из них, в принципе, так и оставались бесплатными, и понятное дело, что их разработчики в данном случае какие-либо, скажем так, преимущества в виде финансов, в виде реального получения прибыли, своих проектов видеть не могли, потому что это, ну, банально запрещено юридически, любой мод, любая пользовательская модификация, которая оперирует исходными файлами проекта, она попадает под соглашение, с данным соглашением ясно сказано, что, ребята, вы можете, да, сделать какой-то собственный проект, но права на его распространение вы получить не можете, имеется в виду платные, еще раз повторюсь, именно поэтому, в общем-то, модификации до этого момента оставались такие, знаете, вещами, которые просто, еще раз повторюсь, являются приятным плюсиком, бонусом к игре, когда вы прошли игру, а тут, бац, смотрите, сколько еще всего можно интересного в игру вставить, посмотреть на это, поиграть и так далее. Ну, вот тут фальва, которая, в общем-то, всегда впереди всех бежит и, в общем, является на данный момент паровозом всей игровой индустрии именно с точки зрения дистрибуции, вот они предложили нам вот такой интересный вариант. А давайте-ка мы введем возможность продавать моды. Тут надо сказать, опять же, повторюсь, насчет юридических тонкостей, что беседа, в данном случае, явно не осталась в стороне, потому что, ну, понятно, что если бы это захотели бы сделать фальва, то следующим шагом после вот такого введения платных модов в мастерской стал бы иск от бесед, как правообладателей, как от лиц, которые распоряжаются правами на Скорим. Ну, поэтому, понятное дело, что в аре бы на это не пошло, и ясно тут даже гадать не надо, что, в данном случае, беседа замешана в данной ситуации. Они действовали вместе, как именно в порядке эксперимента, видимо, то есть решили, что вот у нас есть игра, можно которую назвать одной из самых подверженных модификациям. Вот если так говорить, какие еще игры, ну, по крайней мере, в которые я играл, подвержен настолько это уже названным моим Mountain Blade, это серия Total War, причем серия не вся, а, ну, допустим, ограничим Мидиал вторым и Ромом первым, Римом. Вот, ну, а так я на скидку больше не назову игр. Ну, вот такой вот лидер, который все еще остается таким бодреньким старичком, решил, что, оп, давай-ка попробуем. И вот оно покатилось. Многие, само собой, не одобрили, многие начали говорить, что все, беда-беда, сейчас точно моды перестанут бесплатно выходить, или просто что-то плохое случится, ужас. И, конечно же, пошел тут сразу стёп. Сейчас в разделе платных модов есть две закладочки, это одобренные моды, там их не очень много, они там, в принципе, в целом, вот так говорить, более-менее адекватные. Ну, конечно, очень все сравнительно, ну, в принципе, если так рассуждать, вот 26 рублей отдать за какой-нибудь меч, это, в принципе, не очень-то и дорого. Тут надо, конечно, понимать, что для некоторых людей и 10 рублей деньги, но это уже частный случай. Если, допустим, так вспоминать, вот, например, Европы и Универсалис, четвертая часть, разработчик Парадокс. Вообще, серия Европы, да вообще, в принципе, многие игры Парадоксов раньше славились тем, что у них выходили очень серьезные патчи, которые, ну, помимо того, что допиливали игру, опять же, ну, они действительно приносили массу контента. И этот контент был бесплатный. Патчи выходили, 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 игра с нами лучше, лучше, пока разработчики в итоге не понимали, что вот мы ее довели до совершенства, дальше уже следующую игру надо разрабатывать, продавать. Сейчас, Парадокс, они похитрели, они поняли, что как-то они делают не так, они деньги свои теряют, и теперь они продают, по сути, эти патчи в виде DLC. То есть, баги они устранили в виде вот этих самых обновлений, а контентное вот это расширение уже, вот, извольте, в магазинчик. И вот сейчас, наверное, вот Европа, вот эта четвертая, она, можно сказать, один из лидеров именно в плане количества DLC, причем часть из них, ну, совершенно бесполезные вещи, перекрашивают юнитов, вот те же самые моды за 26 рублей. Если так подумать, то, в принципе-то, вот с этой точки зрения, здесь ничего такого, прям, себя воноходящего нет. Но, с другой стороны, вот зайдем в закладку именно неодобренных модов для Скорима, и вот тут мы поймем, что, в общем-то, тут повод для спекуляции, они, ну, не лишены почвы, скажем так. Кто-нибудь, конечно же, всегда будет пытаться высмеивать вот эту ситуацию, а кто-нибудь попробует, ну, на полном серьезе заработать. В общем, заработать на пустом месте. Сейчас, например, можно найти модификацию, стоящую где-то порядка 2000 рублей, если я ничего не путаю, в описании которой сказано, что данный мод вообще ничего не содержит. Это пустой файл, просто забит каким-то мусором. Я просто на нем зарабатываю, ребята. Так что, если хотите мне помочь купить там себе какую-то игрушку, давайте покупайте вот этот мой псевдомод. Другой пример, вот, например, мод за 5000 рублей, еще дороже 5000 рублей, это даже Elder Scrolls Online, который, ну, совершенно, я не знаю, почему на него такую цену заламили, сейчас на нее бешеную скидку дают, но все равно дорогой, все равно смысла я покупать его не вижу. Но, опять же, я отвлекся от темы. Так вот, даже Elder Scrolls Online столько не стоит. Там, в общем-то, тоже совершенно бесполезная вещь. Там какой-то меч перекрашенный стандартный, в общем, с надписью I'm Rich. Ну, вот, знаете, вот, примеров масса, там многие еще какие-то шутки придумывают, еще, еще, но, вот, в принципе-то, если так подумать, то люди, которые, ну, практически не наделены какими-либо обязанностями, они могут реально, ну, начать на этом как-то спекулировать, попытаться смошенничать, еще что-то. Понятное дело, что какая-то модерация здесь будет, но способно ли она будет справиться с таким потоком людей, даже если бы мы оттекли вот этих шутников, которые, ну, реально не собираются зарабатывать, но просто вот решили показать ущербность данной системы, просто свой такой протест оставить. Глянем на это с другой стороны. Вернемся, опять же, к мододелам, серьезным ребятам, которые могли бы на этом зарабатывать. Почему нет? Ребята старались, сделали хорошие текстуры, хорошие модели, писали сюжеты и так далее. То есть поработали, ну, конечно, разработка модов — это не их хлеб, то есть они не как разработчики реальной игры не вкладывали в это все свое время, они делали это в процессе, там, в перерывах между работой, просто как личное хобби. Ну, то есть, понятное дело, что у них есть одно место работы, они с него получают деньги, если они, собственно, лишатся дохода с мода, ну, теоретического дохода с мода, пока что мы еще не рассматриваем, что все вот мододелы сейчас ринутся получать деньги, то сильно они, конечно, не потеряют. Но с другой стороны, а почему бы их за это не наградить? Да, есть система, если так подумать, вот именно доната, но донат, вы знаете, он не совсем совершенный, на самом деле многие хотели бы там задонатить, да лень, еще что-то. И если так подумать, то донат — это все-таки, наверное, вещь, которая, ну, даже в принципе, даже если есть кому его предлагать, никак, что люди откликнутся. А вот когда вы предлагаете именно купить мод, причем никто вам не запрещает его параллельно выложить бесплатно, то есть написать просто «вот есть платная версия», это как донат. Мне кажется, вот тогда большее количество людей купят. Ну, это как вариант. Да и в принципе просто я считаю лично, что если люди постарались, люди вложили свою силу, ну, они вправе соответственно и распоряжаться вот этими своими трудами и результатами. Почему нет? То есть, в принципе, если так подумать, как и во многих схожих ситуациях, здесь очень такое двоякое получается толкование. С одной стороны, в общем-то, в целом, ну, вещь может оказаться полезной, с другой стороны, различные провокации, различные спекуляции. Да и просто в целом, мне на такое направление из чисто ритуалистического может перерасти в попытку заработать на всем этом отказе от того, что мы это делаем за идею. Ну, да, это тоже может оказаться плохим. Но надо сказать ко всему прочему. Ко всему сказано мной ранее, что не факт, что вообще, в принципе, идея выстрелит, потому что первая реакция, она, ну, пока что не совсем адекватность, так говорить. Я вот лично скажу, что, да, не совсем мне это все нравится, но я все-таки хочу посмотреть, что из этого получится. Не буду так кричать сразу сходу, что нет, отмените эту глупость и прочее. Нет, я хочу посмотреть. Мне кажется, это, в принципе-то, в целом эксперимент интересный. Чем он закончится? Тут можно, конечно, попробовать спрогнозировать, но результат, он все-таки, наверное, будет зависеть от многих людей. И здесь пока что сложно уверенно сказать, так ли оно будет или не так. С одной стороны, может получиться, что идеи понравятся разработчикам, ведь они от этого могут получать свой какой-то определенный процент, ну, на пару свалевая. И, соответственно, тоже зарабатывают. Соответственно, многие разработчики захотят повторить вот эту идею вместе с беседой, которую провели Valve и Mododilus. Ну, они, понятное дело, что тоже участвовали, потому что моды пока что, так сказать, насильно не требуют переводить на платную основу. Но могут разработчики сказать, что нет, зачем нам это, может просто мало покупателей быть, может так и не появиться нормальных модов, которые будут продаваться, или появятся, но не с неадекватной ценой, и люди просто плюнут, скажут, зачем нам это. То есть ситуация может развиваться по-разному, и просто нужно подождать и посмотреть. На взгляд, все-таки, почему и нет. По крайней мере, в текущей ситуации, в текущем виде, в котором это все выражено сейчас. Ну, а с вами был Ванок, спасибо за просмотр видео, и всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»!